Почти на 60% увеличилось число продаж автомобилей в Казахстане по итогам 11 месяцев прошлого года. Всего было продано более 170 тысяч новых авто. Такие данные озвучил генеральный директор агентства мониторинга и анализа рынков. С подробностями о том, что переживает авторынок страны, куда он движется и так далее, все, что с этим связано, в нашем следующем экономическом обзоре от моей коллеги Анель Едель-Казанель. Добрый вечер. Добрый вечер, Илья. Ну, неужели у нас автопром так активно начал развиваться, что скоро мы можем прям стать автодержавой? Да, Илья. При этом среди самых популярных автомарок в Казахстане лидерами стали Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery, а также Toyota. Регионными лидерами по количеству продаж новых автомобилей в 2023 году стали Алматы, Астана, Караганда, Атрау и Шимкент. Подробности в следующем обзоре. В целом за 11 месяцев прошлого года было продано больше 42 тысяч единиц марки Hyundai, Chevrolet 40 тысяч авто, третья позиция у Kia 23 тысяч единиц. На четвертом месте Chery почти 11 тысяч, пятерку самых продаваемых марок замыкает Toyota, свыше 9 тысяч машин. Аналитики отмечают, что казахстанский авторынок показывает непрерывный рост продаж с 2017 года. И это связано с рядом факторов. Первое это наличие, скажем так, производственных мощностей внутри страны, которые удается практически из года в год наращивать. Второе, безусловно, органически растет спрос на автомобили по причине, ну, во-первых, роста численности населения, и, во-вторых, роста благосостояния, несмотря на то, что темпы роста доходов все-таки, ну, скажем так, в определенной степени отстают от ожидаемых темпов, но, тем не менее, этот рост сохраняется, что тоже позитивным образом сказывается на рынке новых автомобилей. Вместе с тем, по словам генерального директора агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка, в стране за последние несколько лет скорректировались цены на автомобили. За прошедшие 11 месяцев мы зафиксировали снижение среднего чека примерно на 300-350 тысяч тенге. Надо понимать, что эта сумма, она, в принципе, является таким показателем, который, по сути, отражает то, что цены скорректировались. В последние несколько лет, в силу того, что, ну, скажем так, в силу пандемийной ситуации, в силу международно-политической ситуации, автомобильный рынок мировой, он испытывал, скажем так, рост цен во всех сегментах. Почему? Потому что наблюдался, во-первых, дефицит автомобилей во всем мире, а во-вторых, наблюдались определенные очень жесткие трудности по логистике, как готовых товарных автомобилей, так и компонентов автомобильных. Соответственно, это давило на цены, подталкивая их вверх. В прошлом году увеличилось производство транспортных средств в Казахстане. В целом за 11 месяцев было выпущено почти 137 тысяч транспортных средств всех видов и типов. На общую сумму почти 2 триллиона тенге. Показатель на 37% больше по сравнению с прошлым годом. Увеличилась и доля импорта. За 11 месяцев прошлого года в страну везли 136,5 тысяч авто на сумму 2,7 миллиарда долларов. Между тем, аналитики DataHub отмечают, цены на автомобили в Казахстане резко снизились. Они подешевели сразу на 2,5% за декабрь прошлого года. Такие темпы падения оказались самыми высокими с весны 2015 года. До 2021 года машины в стране только дорожали. Илья, а вы воспользовались тем, что машины подешевели? Успели приобрести автомобиль? Нет, вы знаете, я все-таки пользуюсь старыми, надежными тем, кому я доверяю немцами. Но тем не менее я жду тот момент, когда в Казахстане начнут активно производить электрокары. Вот хочется новую купить машину электрическую. А вы знали, что у нас снизились и цены на жилье в Казахстане? Так вот, за минувший год жилье в Казахстане подешевело на 30-35%. Такие данные озвучил директор Академии риэлторского бизнеса. Цены упали как на первичном, так и на вторичном рынке. Существенно снизился и спрос на жилье. Компании тоже существенно снизили. Если мы возьмем те цифры строительных компаний, которые показывают нам сами застройщики, они говорят о том, что цены падают. Но если мы прибавим еще все оставшиеся там скидки, уникальные предложения, рассрочки. Сейчас многие строительные компании дают чуть ли не до 5 лет рассрочку на приобретение первичного жилья. Там цены еще ниже становятся. Поэтому, то есть, спад, он такой глобальный в нашей стране. При этом эксперт отметил, количество сделок снизилось примерно на 40-50%. В разрезе регионов наибольший спад наблюдается в Жизгазгане на 27%, в Кокшитау и Кызларде на 20%, в Павлодаре на 15% и в Семее на 12%. В целом, так складывается сегодня ситуация на рынке автомобилей и недвижимости. Вот такой обзор сегодня. Вот такой вот очень правильный обзор у вас сегодня, Анель. Потому что вы сегодня рассказали про самое важное движимое и недвижимое имущество, которое интересует человека. Спасибо большое. Это был экономический обзор от моей коллеги Анны Лидель-Казы. Ну, а мы продолжаем.